Сегодня в рамках программы переселения из аварийного жилого фонда ключи от новых квартир получили 30 чебоксарских семей. За время действия программы с 2012 года в Чувашии переселены уже 6,5 тысяч человек. Сегодня глава республики Михаил Игнатьев и глава города Чебоксара Леонид Черкесов вручили ключи первым в этом году переселенцам. Только за 2015 год в Чувашии переселили свыше 3 тысяч граждан. Практически 3 миллиарда рублей было направлено на обеспечение благоустроенными квартирами жильцов из аварийных домов. Марина Гаврилова ждала нового жилья почти 30 лет. Раньше мы жили на Богдан-Хмельницкой 63-м доме с частичными удобствами. У нас была только холодная вода и туалет. А сейчас, конечно, мы рады, что мы вселяемся в такую квартиру благоустроенную. Мы на седьмом небе. Всего в дом по проспекту Айги в Чебоксарах переселятся 97 из аварийного фонда. По программе к 2017 году прекратят свое существование 847 аварийных домов. Мы преодолели планку 50%. Что нам остается делать? Ежегодно строить дома, переселять. Понятно, там квадратные метры мы отслеживаем. Качество строительных работ и отделочных работ со стороны подрядчиков должно быть надлежащим образом выполнено. Еще 15 семей получили ключи от квартир в доме по улице Яблочково. В скором времени сюда заселятся другие жильцы. В фонд программы переселения переданы 88 квартир. Сейчас в настоящее время, конечно, очень тяжело представить, что как жилье получается просто подарок. Это такой случай. Мы очень благодарны нашему правительству. Это огромная-огромная радость, что получить бесплатно такое жилье. О том, что Чувашия находится в числе лучших регионов по реализации программы переселения, еще в конце прошлого года отметил полпредпрезидента России в ПФО Михаил Бабич. Тогда в республике состоялось окружное совещание по строительству. Здесь в Чувашии картина очень благоприятна относительно многих других регионов. Она не идеальная, но здесь находят механизм, каким образом эту проблему решать. За все время действия программы планируется переселить свыше 13 тысяч человек. Несмотря на сложную ситуацию в экономике, в 2017 году программа должна быть полностью выполнена. Екатерина Куприна, Андрей Шоклев, Республика.